Бадр Харри У него были постоянные какие-то скандалы на пресс-конференциях, по трибунных помещениях, во время поединка, то есть его регулярно дисквалифицировали за какие-то провинности, за какие-то скандальные действия в ринге, там то он Хейстер Гергеса добил лежачего, то еще что-то вытворит, но он такой есть, Бадр Харри, именно за это его и любят. Но самое главное, что, конечно, он отменный боец. Он дрался со всеми топовыми спортсменами мира, со всеми. С Эмми Шилтом неоднократно, с Алистаром Оверимом, с Алексеем Игнашовым, с Забитым Самедовым, с Рэмми Баньяске, с Русланом Караевым. Эрлом Циммерманом. Да, да, да. В общем, со всеми топовыми спортсменами и многих побеждал, практически всех. Он стал одним из немногих, кому удалось-таки победить с Эмми Шилтом, причем выиграл досрочно, завоевав титул чемпиона турнира Ит Шоу Тайм. Потом, правда, бесславно потерял его, проиграл без квалификации, но тем не менее, неизвестно, в каком состоянии сейчас Бадр Харри находится. Представляю вам судейский корпус, в какой он форме, вот, это, наверное, главный вопрос сейчас. Да, конечно, Бадр Харри – это звезда, самая настоящая звезда мирового кикбоксинга, и то, что он вернулся, наконец, потому что мы знаем, что Бадр Харри заканчивал карьеру кикбоксера, уходил в профессиональный бокс, там не заладилось, возвращался обратно. Но потом было, соответственно, тюремное заключение, потом был перерыв, переосмысление ценностей, и вот он опять в ринге. Итак, дамы и господа, на трибунах, миллионы фанатов кикбоксинга во всем мире, в прямом эфире, на телеканале Россия 2, соленый спорт холла Колизей Ахмад Файн Шоу! Преставляю вам соперников и первые бойца в синем углу, introducing first fighting under the blue corner. Бойцу 30 лет, его рост 194 сантиметра, вес 120 килограмм, 30 years old, he stands 194 centimeters tall, official weight 120 kilos. Его профессиональный рекорд, 43 боя, 36 побед, включая 18 побед нокаутом, 6 поражений при одной ничей. Чемпион организации Super Combat в тяжелом весе. Чемпион World Grand Prix Super Combat и K1 World Grand Prix runner-up. Финалист мирового Grand Prix K1 2012. Дамы и господа, встречайте, representing Suriname, Israel, Mr. Payne! И его соперник в красном углу ринга. And his opponent at the Croft Ring, fighting under the red corner. Бойцу 30 лет, рост 197 сантиметров, вес 113 килограммов ровно. So he is all, he's had 197 centimeters tall, official weight 130 kilos even. Его профессиональный рекорд, 117 боев, 105 побед, включая 91 побед нокаутом, 12 поражений. Дамы и господа, двукратный чемпион мира is showtime. И двукратный финалист мирового Grand Prix. Дамы и господа, представляющие Марокко и Бойсовский клуб Ахват. Дамы и господа, представляющие Марокко и Пайклуб Ахват. Приспалка, Банар Шаринг! И последние инфраструкции от Юб Убеда. Юб Убеда, очень опытный рефери. Работал долгое время на турнире It's Showtime, пока тот существовал. По-моему, даже на турнире It's Showtime успел поработать. Ну что же, Бадр Харри, Исмаэл Лонг. Главное событие сегодняшнего вечера нашего бойцовского марафона «Грозная битва 6». Смотрим. Харри начинает удар по туру еще. Ой-ой-ой! Тяжелый нокдаун, очень. Да, хотя казалось, что и Лот попал. Возобновляется поединок. Харри не спешит добивать соперника. Миддлкик. Хороший по печени, да, пробивает Харри. Хай-кик. Снова в корпус, в голову. Бадру Харри ни в коем случае нельзя заигрываться. Потому что бывали случаи, когда он падал в нокаут сам. Удар по корпусу проходит с ноги у Харри. Лонд отмечает ему любезность. Опускает боковой Лонд. Еще раз отбрасывает соперника канатом Харри, но здесь уже без нокдауна. Корпус хорошо попадает справа Харри. Боковой. Еще один удар по корпусу. Многовато Лонд пропускает на первых парах. И потующий в голову ловит. И хорошо навстречу-то поймал Харри. Такой какой-то отрешенный взгляд. Да, да, да. Совершенно. Уже где-то не здесь. Где-то обратно в Суринаме, ты думаешь? Жесткий джеб. Меняет стойки Харри. Поддавливает соперника. Еще один джеб. Старается огрызнуться Лонд. Харри неплохо чувствует дистанцию, но он всегда был очень хорош на ногах. Причем мы помним, одно время он был такой достаточно субтильный товарищ, а потом резко набрал в мышечной массе, но от этого выиграл в мощи. Еще один удар в корпус. Попадает справа Харри, но вскользь. Да, самортизировал немножко этот удар Лонд. Боковой. Еще один идет на добивание Харри. И раунд завершен. Но в какой-то степени можно сказать, что из Мари Лонду повезло. Потому что очень серьезной бомбардировки подверг его Падр Харри. И, в общем-то, эта бомбардировка продолжалась на протяжении практически всего первого раунда. Плюс нокдаун. Очень уверенное начало для марокканца. Даже, по-моему, два нокдауна было в первом раунде. Но один точно. Давайте посмотрим на повторе. Это вот тот самый первый момент, а потом, по-моему, навстречу поймал. Возобновляется поединок. Снова по корпусу от Харри. Продолжает с обеих ног стрелять Бадр. Ну а что же Исмайл Лонд? Чем он ответит? Мы видели первое колено в клинче в его исполнении. Но вот так регулярно ловит соперника на одной ноге Бадр Харри. И поэтому роняет. Хотя, в общем, сейчас джеб был очень жесткий. И повело немножко опять Исмайл Лондон. Да, но идет вперед. Точнее, его тащит вперед, наверное, после таких ударов. На автомате, да. Но опять же, упорство, упорство Исмайл Лондон. Посмотрите. Пропустил столько ударов, все равно идет вперед. Подключает колено. Вот такие удары Бадр Харри все равно лучше не попадать. Пусть они размашистые. Пусть они идут куда-то там в сторону моря. Но, тем не менее, если дойдет до цели, будет ох, как неприятно. Корпусы в голову переводят. По печени попадает Бадр Харри. Есть! Пропустил Бадр Харри. Это нокдаун. Поднимается легенда. Поднимается, встает. Мы помним их последнюю битву с забитым Самедовым, когда оба были в нокдаунах. И пошел вперед Лондон. Все-таки там забит Самедов одержал победу. Но и Харри побывал в нокдауне, и забит побывал в нокдауне. В общем, была настоящая мясорубка. Но это говорит только о том, что Бадр Харри не обладает супер крепкой челюстью, супер крепкой головой. Еще один нокдаун, да. Возобновляется бой. Активизировался Харри. Едва стоит на ногах Лонд. Но и сам Машет будет здоров, как мельница. Если достанет, то быть бы те. Бадр Харри попадает слева. Такая сейчас реально свадебная удар у нас на ринге. Просто ирландский паб какой-то. Еще раз хорошо ударил правый снизу Бадр Харри. Двигается Бадр, не хочет размениваться. А вот попадает теперь Лонд. Что-то тяжеловато Харри, похоже. О, да, поплыл, поплыл Харри. Жесткие удары по корпусу. Едва стоит на ногах и сам Харри. И раунд завершен. Посмотрите, какая гематома образовалась. Майк Посадье сразу же выскакивает к Бадру Харри. Его бессменный тренер. Хорошая встреча от Бадр Харри, но в этом раунде было смачных ударов немало. Да, причем как с одной, так и с другой стороны. Вот, пожалуйста, тот самый удар, который вызвал нокдаун. Абсолютно справедливый. От всей души приложился Лонд. Еще мы видим, что здесь не мудроство и лукаво действовал Измайль Лонд. Просто подошел и просто ударил. Рамзан Ахмач Кадыров лично секундирует Бадру Харри. Третий раунд. Нагрузил своего соперника Лонд. Попадал не так часто. Бил редко, но метко. Еще как метко. Третий раунд. Очень непредсказуемый поединок. Настоящее украшение вечера. Вишенка на торте, как хотите. Идет в атаку Лонд. Поддавливает Харри. К углу. Хорошая двойка. Падает Лонд. Поднимется или нет? Встает. Встает, встает Лонд. Все вре... Подождите. Третий нокдаун. Стоп, стоп. Правила трех нокдаунов в одном раунде, насколько я помню. Они во всем поединке. Если я ничего не путаю. Воин, говорит своего соперника Бадро Харри. Стоящий воин. Не поспоришь. Редко встретишь Бадро Харри, который уважительно относится к сопернику. Давайте еще раз посмотрим. Здесь, ну, довольно тяжелый нокдаун, но здесь Юпа Беда остановил бой не потому, что это было какое-то тяжелое попадание, а потому что правило трех нокдаунов, причем оно как-то странно здесь трактуется очень. Мы же помним с тобой, Давид, даже и по турниру Глории, и по шоу-тайм. Правило трех нокдаунов работает в одном раунде. Ну, возможно, здесь какие-то особые правила. Которые заточены под Бадро Харри, ты имеешь в виду? Просто которые заточены. Спасибо за просмотр.